книга открытым оком том 26 вопрос 3823 тема смерть старые люди болезненно воспринимают когда кто им напоминает об их промаха в жизни у верующих это выражается столь же болезненно отвечает игнатий тихонович лапкин себя я пока еще к старым не отношу хотя без одного года мне уже 70 лет но всегда считал что любое напоминание о нашем прошлом даже пусть она и несправедливо но было бы на пользу не должно нас расстраивать не должно нас расстраивать притчи 1632 долго терпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города притчи 17 9 прикрывающий проступок ищет любви а кто снова напоминает о нем тот удаляет друга острою секирой ранена береза по коре сребристой покатились слезы ты не плачь береза бедная не сетуй рано не смертельно вылечиться к лету будешь красоваться листьями убрана лишь больное сердце не залечит храны 1856 год а к толстой левит 5 18 пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока по оценке твоей и загладит священник проступок его в чем он приступил по неведению и прощено будет ему златоуст советует для пользы на для пользы нашей ходить на похороны дабы и себя увидеть парчой покрытая гробница над нею пышный балдахин вокруг задумчивые лица и факелов огонь и дым святых молитв напев печальный и все чем жизнь заключена и это жизнь покрыта тайной завеса смертью спущена теперь скажи мне сын свободы зачем страдал зачем ты жил отведена царю природы сожень земли между могил молчат в тебе любовь и злоба надежды гордые молчат зачем ты жил усопший брат стучит земля покрышки гроба и чуждые горе и забот глядит бессмысленно народ 1849 год и с никитин послание филиппийцам 1 21 ибо для меня жизнь христос и смерть приобретение псалом 79 18 не отверни меня во время старости когда будет оскудевать сила моя не оставь меня и до старости и до седины не оставь меня божие доколе не возвещу силы твоей роду сему и всем грядущим могущество твоего человек не сам по себе живет но в сердце его идет на него постоянная борьба между богом и сатаной подъемлют спор за человека два духа мощные один эдемская дверь и властелин и вечный страшею от века другой во всем величие зла владыка сумрачного мира над огненной его парфирой горят два огненных крыла но торжество кому уж но торжество кому уж уступит в пыли рожденный человек венец ли вечных пальм он купит или чашу временную нек господин ангел тих и ясен его живет смирение луч но гордый демон так прекрасен так лучезарен и могуч 1841 год а н маяков книга его 34 19 но он не смотрит и на лица князей и не предпочитает богатого бедному потому что все они дело рук его книга иов 36 21 берегись не склоняйся к нечестью которое ты предпочел страданию нужно научиться не внимать пустой молве и не под кого не подделываться а советоваться со своей совестью с богом с писанием послушайте прошу что старому случилось когда ему гулять за благо рассудилась он ехал на осле а следом парень шел и только лишь с горы они спустились в дол прохожий осудил тот час его на встрече ах как ты малому даешь баре столь до лечи старик сошел с осла и сына посадил и только простите ах как ты малому даешь бред бресь столь до лечи Старик сошел с осла и сына посадил, и только лишь за ним десяток раз ступил, то люди начали указывать перстами. Такими вот весь свет наполнен дураками, не можешь ли на осле им ехать обоим? Не можно ли на осле им ехать обоим? Старик к ребенку сел и едет вместе с ним. Однако чуть минул местечко половину, весь рынок закричал, что мучаешь так скотину? Тогда старик осла домой поворотил и скуки не стерпя себе проговорил. «Как стану я смотреть на все людские речи, то будет и осла взвалить к себе на плечи». 1747 год. Ломоносов. 1 Коринфянам 7.23 Вы купленные дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. 1 Коринфянам 4.3 Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Исход 23.2 Не следуй за большинством на зло, не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Случилось это во время птичьего банкета. Заметил дятел Тамада, когда бокалы и гости поднимали, что у воробушка в бокале вода. Фруктовая вода. Подняли гости шум, все возмущаться стали, штрафной налили воробью. А он твердил свое. Не пью, не пью, не пью. Не поддержать друзей. Уж я, на что больная, вопит сова, а все же пью до дна я. Где ж это видно, не выпить из-за леса и за родные небеса. Со всех сторон стола несутся голоса. Что делать? Воробей приклювил полбокала. Нет, нет, ему кричат, не выйдет. Мало, мало. Раз взялся пить, так пей уже до дна. А ну, налить ему еще бокал вина. Наш скромный трезвенник недолго продержался. Все разошлись, он под столом остался. С тех пор прошло немало лет. Но воробью нигде проходу нет. И где бы он ни появился, везде ему глядят и шепчут след. Ах, как он пьет, ах, как он разложился. Вы слышали? На днях опять напился. Вы знаете? Бросает он семью. Напрасно воровей кричит. Не пью, не пью. Иной бывает промахнется. Бедняга сам тому не рад. И справится, за ум возьмется. Ни разу больше не споткнется. Живет умней, скромней сто крат. Но если где, одним хоть словом Его коснется разговор. Есть люди, что ему готовы Припомнить старое в укор. Мол, точно вспомнить трудновато В каком году, каким числом. Но где-то, кажется, когда-то С ним что-то было под столом. С. Михалков 2 Коринфянам 11.12 Чтобы не дать повода ищущим повода, Дабы они чем хвалятся, В том оказались такими же, как и мы. Очень часто враги нам лучшие друзья. Они могут высказать нам то, Что друг поопасется, Чтобы не потерять дружбы. Спасибо вам, мои корреспонденты, Все те, кому ответить я не смог, Рабочие, узбеки и студенты, Все, кто писал мне письма, Дай вам Бог. Дай Бог вам жизни две, И друга одного, И света в голове, И доброго всего. Найдя стократно вытертые ленты, Вы хрип мой разбирали по слогам, Так дайше Бог, Мои корреспонденты, И сил в руках, Да и удачи вам. Вот пишут, Голос мой не одинаков, То хриплый, То надрывный, То глухой, И просит население бараков, Володя, Ты не пой за упокой, Но что поделать, Если я не звонок, Звенят другие, Я хриплю слова, Обилие некачественных пленок, Вредит мне даже больше, Чем молва. Вот спрашивают, Попадал ли в пленты? Нет, Не бывал, Не воевал ни дня. Спасибо вам, Мои корреспонденты, Что вы неверно поняли меня. Друзья мои, Жаль, Что не боевые, От моря, От станка И от сахи, Спасибо вам, За присланные, Злые и даже Неудачные стихи. Вот я читаю, Вышел ты из моды, Згинь, Сатана, Изыди, Хриплый бес, Как глупо, Что не месяцы, А годы Тебя Превозносили до небес. Еще письмо, Еще письмо, Вы умерли от водки, Да, Правда, Умер, Но потом воскрес, А каковы доходы ваши, Все-таки, За песню трешник, Вы же просто крес, За письма высочайшего пошиба, Идите, мол, На Темзу и на Нил, Спасибо, Люди добрые, Спасибо, Что не жалели ночи И черонил. Но только я уже бывал на Темзе, С собакою на сене восседал, Я не грублю, Но отвечаю тем же, А писем до конца не дочитал. И ваши похвалы, комплименты, Авансы мне не от футболю я, От ваших строк, Мои корреспонденты, Примеет путь, И сохнет колья. Сержанты, моряки, интеллигенты, Простите, что не каждому ответ Я вам пишу, Мои корреспонденты, Ночами песни Вот уж десять лет. Мне часто присылают письма, В которых спрашивают, Что вы имели ввиду в той или иной песне. Ну, кстати говоря, Что я имел ввиду, То и написал. А как меня люди поняли, Зависит, конечно, от многих вещей. От мерообразованности, От опыта жизненного и так далее. Некоторые иногда попадают в точку, Иногда рядом. И я как раз больше всего люблю, Когда рядом. Значит, в песне что-то было, На что даже я не обратил особого внимания. Может, не имел этого ввиду точно и конкретно, Но что-то подобное, Где-то там в подсознании было. И ведь было бы ужасно, Если бы мы все имели ввиду, Когда пишем, Тогда мы просто ничего вообще не написали. Вы представляете? А что уж говорить про Достоевского, Которого одновременно идут десять или пятнадцать планов. Он что, их все время высчитывал, записывал, А потом соединял? Нет. Это просто от того выходило, Что он был такой одаренности человек, Что об этом не думал. Гений. 1973 год. Высоцкий. Второе послание Петра 3.16. Как он говорит об этом и во всех посланиях, В которых есть нечто неудобовразумительное, Что невежды и неутвержденные К собственной своей погибели Превращают, как и прочие писания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова